Ну что, друзья, мы по Санта-Барбаре тут прогуляли, попили, и Марка уже пошёл на лифт. А я ещё фотографии подделала и хочу по-быстрому пробежаться. Получится ли по-быстрому, вот видите, вы колодец, а вот он Марку, я её потеряла. А, магазин. Здесь, друзья, магазинчик. Думаю, что такое здесь? Вот смотрите, полы такие и полы сякие. Уже обновлённые сумки, шляпы, футболки. Футболочка Аликанте. Мужская. Шляпы женские, мужские. Зонтики. Вера. 8 евро стоит. А вот смотрите, какая. Сувенир для открытия бутылочек. Стоит 12 евро. Пробочка. Пробочка. Брелок. 3 евро. Вот такая открывашка. 4,5 евро. Аликанте. Сетка. Авоська 12. Это на холодильник. Смотрите, вот кафель, да? Можно взять здесь вот такой кафель, но он же дорогой будет стоить. Блин, я ведь ещё наделала. Руками. Руками не трогайте. Это даже не знаю, что это такое, к чему это. А, это перец, соль, друзья. Пепельницы. О, как. Это положите, знаете, готовите ложку, чтобы стол не пачкать. Ну, вот как-то так. Вот такой вот сувенирный магазинчик в Аликанте. Кружки. Кружки алюминиевые, друзья. Помним, время советское. Помним, шоколад. И с орешками, и с апельсином. И белый, и чёрный, и молочный. Потолок здесь вот такой цемент, расписанный под дерево. Представляете? Как-то они так умудрились сделать. О-о-о. Чё такое здесь? Ну, люди идут, и я пошла. А меня муж потерял. А я тут уже. Слушайте, как прохладненько здесь. Я бы здесь жила. Я бы здесь жила. А, это комната пыток. Пыточная, наверное. Ну, вот, смотрите, какое чудо-юдо рыбакит. Ну, я не думаю, что это пыток. А, это знаете, что? Это страшилки. Куклы страшные. Моя смерть пришла. Нечаянно. Представляете? Вот такая вот хренатень здесь. О, боже. Так, это у нас что? Вот оно, вот оно. Сидит на сундучке. Больше мне, конечно, интересуют вот эти фотографии, нежели вот этот вот новодел. Кукла с ножом, с кровью. Это фарфоровые куклы, друзья. Чего только не придумают, да? Чтобы развлекать вот так нас. Ну, смотрим на полы. Кремлинз 2. Ну, я это не смотрела. Я такое же не смотрю. Это не мой жанр. А дверь какая? Вот с такой вот штучкой. Ну, потому что сетки, наверное, не было. Эта сетка современная. И еще, послушайте, пахнут. Ото всех пахнет духами. Я свое уже не чувствую. Вкусненько так пахнет. Прям вот, честно говорю, вкусненько пахнет. Все люди туристы. Начищены, наблищены. Так, уже туда не пойду, потому что Марка меня сейчас нажурит. Куда я делась? А здесь вот в холодочке присел. И здесь кузнечок. И вот я сейчас уже такой не чувствую сквозняк. Вот оно, это дерево, которое из кактуса. И вот он, Марка, сидит. А здесь еще бывает дегустация вин. Так, интернет здесь есть. Но когда нам им заниматься? Второй этаж, там тоже магазин. Ну, что там может быть? Вот это, кстати, вино и продается. Но нам оно не надо. Сейчас посмотрим вот эти вот арочки из-за кончиков. Потому что он уже хочет вниз в старый город идти. Коза? Нет, я не могу. Я не могу. Нет. Нет. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Давайте его фотографируем вот так. Он говорит, что ты что, на паркет же ходила? Нет. Фото. Фото. Нет фото. Нет фото. Нет фото. Нет фото. Нет фото. Нет фото. Розмарин, друзья. Вот так розмарин цветет. У нас уже нет розмарина. Хотела сказать, у нас уже отцвел. У нас уже нет розмарина. Я посадила туда виноград. И Марка один из них прошел дзеки боем. Потом мне говорит, нет, это не я. Я говорю, ну кто с дзеки боем ходил? Друзья, я его не ругаю. Просто его как бы журю. Говорю о том, что случилось. Ну, без претензий. Ну, случилось и случилось. Назад не вернешь, а отношения попортишь. Правда? Поддержите меня. Скажите, да, Лена, ты права. Назад не вернешь, а отношения попортишь. Но сказать надо, чтобы он был потом внимательным. Хотя, знаете, когда не сам посадил, оно не особо... Вот они как ругаются и руками. И... Claro, claro. Это у них, значит, ясно. Или точно. Окей. Идем же этим путем, другого выхода нету. Есть, конечно, но пешком. Смотрите. Вот это старинное. И это тоже старинное. Но почему-то оно по-другому сделано. Видите, блоками. Блоками, блоками. И эти блоки уже как-то расковыряли. Не могу сказать, что здесь дождь был. Что его дождем побило. Ладно, он говорит, хватит уже снимать. Пошли в старый город. Конечно, это я вам сказала. Вам салапла. Это такой разговор, что мы пошли на пляж. На пляж мы не пойдем. И костюмов у нас нету. И костюмов, и особо желания. А на пляж бы хотелось бы сходить. Хотя бы ножки помочить. Но потом, знаете, как это все нужно. Высушить, песок отряхнуть. Время нужно. Это тогда, когда вы в гостинице где-то находитесь. Сходить на пляж. Это просто чудо-чудное, диво-дивоное. А так как туристы подобного плана, как мы, за четыре часа все это посмотреть. Все это заснять на камеру. И не устать самое главное. Вот наша задача получить удовольствие. Желаю вам здоровья и удачи долгих лет жизни. С вами была Елена Дергитти. Марка из Аликанты. Из Костелло Санта-Барбара. Замок. Они его называют. Ну, мы считаем, что это фортеца. Такой наблюдательный пункт за городом. Ну и так далее. Путешествие вам. Вот. Путешествие с Инкрузес. И с нами. Подписывайтесь к нам в Инкрузес. И будем путешествовать вместе. Кто-то скажет дорого, кто-то скажет недорого. Вот Марка вам говорит, зачем ты это все делаешь? Я говорю, ну, Марка, а мне интересно. Все. Пока.